Пожарный проезд машины не ставить. На такие предупреждающие таблички автомобилисты Владивостока реагируют не всегда. В поисках парковочного места загромождают машинами каждый свободный уголок. Доискаться автовладельца часто нереально, несмотря на то, что счет у пожарных идет на секунды. Вообще Владивосток мало приспособлен для работы тяжелой техники. Узкие улицы, крутые подъемы, ворота и шлагбаумы усложняют задачу пожарным. Часто огнеборцам приходится буквально бегом преодолевать последние десятки метров до пожара, теряя драгоценное время. Была ситуация на Аллилуево, стояли машины возле дома в три ряда, бордюры были все заставлены, еще и по центру насували, и получается мы не могли вообще никак проехать. Машина стоит внизу, а горит балкон, задымление на балконе. Нам пришлось залазить на 12 этаж, горит на 11, мы не могли достучаться до жителей. Получается, с 12 этажа мы спускали своего пожарного на веревке, чтобы он посмотрел, что там. Он, соответственно, спустился, там, получается, бычок был на балконе, он его затоптал, подручили сами, потушил. Хозяева спали в пьяном угаре. Улица Металлистов почти в центре Владивостока – идеальный пример подобного безответственного отношения к пожарной безопасности. Подъезд к новостройке по периметру заставлен автомобилями. Пройти в узкие ворота пожарной машине не удается. Найти владельца Приуса, загородившего пожарный проезд, тоже не удалось. Таранить мы в любом случае машину не будем. У нас, как правило, была такая практика много раз, когда пожарные шли пешком 100-200 метров, протягивали с собой пожарные рукава. Но задачу выполняли. Единственное, что теряли очень много времени на прокладку магистральных линий. Сбавляет скорость пожарным и тяжелая амуниция. Тащить на себе приходится более 20 килограммов. Но все оборудование необходимо. Именно от него зависит спасение чьей-то жизни. Сколько этажей горит, столько, допустим, будет задымление на 9-м, даже не важно, на 15-м. Мы также помашиваем лестницей. Мы не имеем права пользоваться лифтами. То есть собираемся, все, что сейчас на мне. Я там, ну, то есть, допустим, люди, которые со мной в звене идут. Собираемся и идем помашиваем лестницей. Учения пройдут, автомобили останутся часто во время настоящего, неусловного пожара. Спасателям помогают добровольцы и на руках оттаскивают машины в стороны, чтобы могла проехать техника. Поэтому пожарные настоятельно обращаются к жителям Владивостока. Бросайте машины вдоль дороги. Оставляйте хотя бы номер мобильного. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на 8-м.